МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте. В начале короткая глава. Частичку себя на здоровье других. Акция, посвященная дню борьбы со СПИДом, прошла сегодня в Макачкове. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Строительство двух социальных объектов завершили в Агульском районе. Газикана и двора мечети. Там прошло официальное открытие. Дагестанские борцы начали подготовку к олимпийскому сезону. В эти дни команда завершает свой первый тренировочный взгляд. Акция, посвященная дню борьбы со СПИДом, прошла сегодня в историческом парке в Макачкале. Принять участие в ней мог каждый желающий. Врачи ожидали тех, кто не против поделиться частичкой себя и дать шанс другому человеку на выздоровление. Тему продолжит моя коллега Замрут Камитова. Пункт сдачи крови доноры пришли к 9 утра. Алгоритм действий для пациентов не поменялся. Нужно заполнить анкету, проверить давление и гемоглобин. Если все в норме, приступают к процедуре. Многие сдают кровь регулярно, зная, как часто нужна донорская помощь для спасения жизни людей. Многие случаи, которые просят кровь, просят то, что там пострадали, попали в аварию, там внезапно такие моменты бывают в жизни. Поэтому необходимо даже у кого есть возможность сдавать кровь, не только просто для благотворительности даже можно. Потому что мы помогаем этим очень многим людям. А вот Расул Нажмудинов сдаёт кровь впервые. Парень считает, что каждый человек должен внести свой вклад в спасение жизни людей. Возможность, которую можно сделать от себя. Я думаю, смогу, наверное, первый раз посмотреть, сдать, помочь кому-нибудь, наверное, кто нуждается, какую помощь от меня сделать. Поэтому решил сегодня посмотреть, как это. Главная цель акции – привлечь внимание молодёжи к проблеме распространения ВИЧ в нашей республике. Только по официальным данным в Дагестане более 3,5 тысяч ВИЧ инфицированных. Поэтому организаторы проводят мероприятия уже не первый год, и с каждым разом доноров становится больше. Основная масса людей в этот раз присоединилась после пятничной молитвы. Хочу отметить, что в этот день, в пятницу, в благословенную пятницу, когда мусульмане приходят на джима-намаз, мы делаем эту акцию, чтобы у каждого мусульмана, желающего после намаза, сделать благое дело, была такая возможность. Это очень важное мероприятие, потому что кровь, которую люди сдают здесь, она очень нужна донорам, и мы часто видим призывы сдать кровь. Помимо сдачи донорской крови, можно будет пройти тест на СПИД и ВИЧ. Однако в выездных условиях такие анализы сегодня делать не стали. Решили обойтись призывами обратиться в клинику и протестировать свою кровь. В 23 селах Дагестана будет газ до конца года. Проведение газовых сетей реализуется в рамках программы устойчивого развития сельских территорий. Работы проведут в Гергебельском, Гумбетовском, Кайтакском, Карабудахкенском, Худзахском районах, а также в ряде других точек республики. В настоящее время уровень газификации Дагестана по данным Минсельхоза республики составляет 69,2%. А в селе Реча Гульского района построили Гадикан и благоустроили двор мечети. Деньги на эти объекты были выделены по программе «Мой Дагестан. Комфортная городская среда». Очень красиво сделали. Спасибо тому, кто финансировал эту постройку. Спасибо ребятам, которые построили родник. Очень красиво. Мы довольны. Получилось очень красиво. Нам всем сердцем поздравляются. Сириан с этим значимым событием поздравил глава района Закир Каидов, а также гости из соседних районов. Гадикан представляет собой рекреационный комплекс. Здесь были проведены работы по улучшению улично-дорожного сегмента. Вмонтированы новые скамейки и урны для мусора. На месте открытия был организован концерт с песнями и народными танцами. Роль религии в укреплении единства народов России – так называлась тема Всероссийской богословской конференции, которая прошла сегодня в Махачкале. Участвовали более 200 человек. Среди них эксперты, психологи, ученые-богословы и студенты вузов республики. Всего было 4 тематических секции. На одной из них в Дагестанском государственном педагогическом университете обсудили причины и факторы радикализма молодежи на Северном Кавказе. И основная проблема, считаю, специалисты – это плохое образование. Вся система российского образования нацелена на то, чтобы количество баллов, количество знаний, не столько духовность и качество, сколько задача любого ученика сегодня – это набрать наибольшее количество баллов ЕГЭ. А это механическое знание. Это и компьютер может. Организаторы мероприятия – Министерство по национальной политике и делам религии Муфтия Дагестана, информационно-аналитический центр ФИКР и общественный совет при МВД. Просветительская работа в этом направлении среди школьников и студентов будет продолжена. Швейный парк откроют в Дагестане. Правительство республики планирует создать индустриальный швейный парк в Хасавюрте. Об этом сообщает агентство по предпринимательству Дагестана. Чиновники отметили, что большая часть представителей швейной отрасли функционирует в Хасавюрте. Именно поэтому точкой для строительства объекта стал этот город. Было отмечено, что эту отрасль также будут выводить из тени. И о спорте. Дагестанские борцы начали подготовку к олимпийскому сезону. В эти дни команда завершает свой первый тренировочный сбор. Ближайшим стартом для большинства вольников станет международный турнир «Алана». Он пройдет 7-8 декабря во Владикавказе. Тему продолжит Курбан Рагимов. До старта сезона считанные дни. В разгаре вторая неделя сборов. Первый этап подготовки сборная Дагестана проводит в Махачкалинском ЦОПе. Открывать олимпийский год борцы будут уже в начале декабря. В столицу Алании отправится десант из 30 спортсменов. Результаты этого турнира, так же как и Ярыгинского, будут учтены при формировании сборной России на чемпионат Европы. Сейчас сбор подходит к концу. Завтра у нас, в принципе, последний схваточный день. Поэтому ребята в неплохой форме. Основные ребята у нас не будут бороться на «Аланах». Надеемся на молодых ребят. В межсезонье каждый провел по-разному. Пока первые номера восстанавливались после насыщенного года, молодежь продолжала совершенствовать свое мастерство. Хасавиртовец Абаз Гаджи Магомедов осенью успел побороться в Германии. А участие в предстоящем турнире он считает важным этапом своей карьеры. Этот турнир очень многое решает. Там все ведущие борцы будут выступать. И из Дагестана, и из всех регионов, и зарубежья. Из этого хочется там показать хорошую борьбу. И зацепиться за сборную. Уже хочется порадовать своих болельщиков, родных. Из этого сейчас, иншаля, буду пахать и радовать своих близких. Не за горами Олимпиада в Токио. До начала меньше девяти месяцев. Мечтой попасть на игры четырехлетия живет каждый спортсмен. Однако в столицу Японии отправятся только лучшие из лучших. Основные победы чемпион Европы и призер мира Ахмед Гаджи Магомедов одержал в неолимпийском весе до 79 килограммов. Теперь самое время задуматься о переходе в более тяжелую категорию. После травмы колена борец пропустил полгода и уже успел соскучиться по ковру. Для меня это тоже, я тоже хочу попасть на Олимпиаду. Просто у меня весом проблемы. На 74 вес большой, 86, у меня есть вес 85-86. А сейчас, если вес не будет падать, я буду 86 пробовать. Чего не пробовать, может, получится. Я уже схватки делаю, я уже борюсь так. Ну, знаешь, страх есть все равно. А так, я думаю, через месяц уже я смогу бороться полностью. Тренировочный сбор уже подходит к концу. За неделю до старта вольники начнут сбрасывать лишние килограммы. Вся команда настраивается на тяжелые схватки, бороться за медали, предстоит дома у своих главных конкурентов. Турнир «Аланы» во Владикавказе пройдет 7-8 декабря. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. У меня на этом все. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин